Здравствуйте, друзья! С вами Ром Ромыч и мой канал Братья Эр Стройка. На этом видео я вам расскажу и покажу, как я затираю искусственный природный камень декоративный. Для начала расскажу, что вам потребуется для этого. Первонаперво, это вот такая вот туба. Она должна быть обязательно пластиковая. Эта туба от любого герметика вам подойдет. То есть, если нет, то у вас уже купленный, купите самый дешевый. Вставьте его вот в такой пистолет. Пистолет нужно тоже вам купить, не самый дешевый, так как смесь у нас, которая будет сюда засыпаться, точнее заливаться, она упрямая и потребуется определенное усилие для ее выдавливания. Пистолет должен быть за нормальную цену, крепенький. Выдавливаете содержимое этой тубы в мусорное ведро или же по нуждам своего ремонта. Потом, когда вы выдавили, вам понадобится какой-то шомпол. У меня это вот обычный круглый напильник. У вас это может быть шпилька, электрод сварочный, чего угодно. И потом, вот этот поршень надо извлечь из этой тубы, все хорошенько протереть, вымыть растворителем, чтобы она стала чистенькая. Все, туба у вас есть. Также необходим носик. Носик в комплекте будет. Пистолет, туба, шомпол, емкость для размешивания затирки и сама затирка. Затирку я использую вот такую. Цвет у меня называется карамель. Плитка у меня желтая, выбрал я карамель, чтобы швы замонолитили мое изделие. Так как я использую плитку двух видов, то есть два производителя, я ее смешивал. И замонолитив швы, подобрав более-менее по цвету, я планирую тем самым замонолитить конструкцию. Можно использовать затирку, например, в противотон. Если плитка желтая, можно, например, затирать белый под цвет потолков. Можно затирать, например, темно-коричневый под цвет темно-коричневых дверей, темно-коричневой плитки. То есть это ваш выбор. Обращаю ваше внимание на то, что цвет затирки, когда вы будете... То есть у вас будут пробники в магазинах, но и купив затирку, то есть вы ее достаете, прикладываете к вашему изделию, которое будете затирать, такое она и будет, когда высохнет. Когда вы ее намешиваете, она становится на несколько тонов темнее. Итак, теперь приступим непосредственно к процессу. Намешиваем затирку, чтобы оператор сейчас покажет, чтобы густота была. Жиже, чем сметана. Вот такая приблизительно. Вот. Что я в нее еще добавляю? Буквально две-три капли любого моющего средства, пенивщегося, умоющегося средства, для того, чтобы наш раствор не потерял пластичность в процессе выдавливания. Этот прием используют все каменщики, когда приготовляют раствор для кладки. Тем самым раствор остается долгое время пластичным. Вот. Шпатель. Шпатель. Вам нужен 3-4 сантиметра, чтобы им удобно было накладывать. И как бы в полости этой тубы удобно было им работать, соскрипать остатки и все остальное. Перед первым заполнением также вам еще потребуется ведро с водой, чтобы там все инструменты и емкости промывать регулярно. После каждого наполнения тубы надо ее промывать. Вот. Значит, увлажнили мы ее. Теперь наполняем наш состав. Эта затирка, она на цементной основе. После высыхания станет очень крепкой. Вот так наполняю ее и об краешек счищаю. То есть, если вы выполняете первый раз эту затирку, то советую вам много не наполнять там половинку, меньше половины тубы. Потом, чтобы попробовать, потому что быстро у вас не будет получаться, а раствор, к сожалению, садится. Все, очистили край. Потом берете влажную тряпочку, протираете начальный отрезок нашей пластиковой тубы, чтобы здесь не было никакого песка, чтобы наш поршень более гладко сдвигался. Поршень тоже увлажняем и аккуратненько вставляем внутрь тубы. Все, вставили. Потом слегка надо постучать, чтобы весь раствор сполз вниз к поршню, а воздух остался вверху. Как врачи делают со шприцами, так и у нас. Определенное подобие шприца. Все, заряжаем пистолет и не спеша над баночкой с раствором выпускаем воздух из тубы. Все, сначала он идет легко, поршень, потому что не встречает сопротивления. Все, вот забульку вышел. Все, подготовили срезом, чтобы скос направляем пистолет скосом к заполняемой поверхности. Сейчас покажу, что он, как надо заполнять швы. Значит, берем с собой в руки влажную тряпочку, потому что постоянно придется протирать инструмент. И еще, то есть, когда вы начинаете только первые, первые шаги, начинать надо затирать с каких-то невидимых участков, чтобы отточить правильно все движения. Резкое нажатие провоцирует большой выход нашей массы. Так что, начать где-то пониже надо, может быть, вычистить придется еще раз попробовать, вычистить еще. Руку набьете, и тогда начнете дальше затирать. Вот, значит, здесь я уже затер, теперь вам показываю. Значит, носик при покупке имеет маленькое отверстие. Мы его срезаем, так как через маленькое отверстие будет и слабый выход раствора, и он будет постоянно засыхать. То есть, срезаем его до тех пор, чтобы наш носик был чуть-чуть побольше, чем чуть-чуть поменьше, чем сам шов, чтобы он чуть-чуть туда утапливался. Ну, вот, начинаем процесс. Не спеша плавными движениями выдавливаем. Излишки, которые выходят на края камня, можно потом срезать аккуратно ножичком. Стараемся, чтобы затирка у нас ложилась по ребру камня. Нет смысла ее наполнять внутрь. Она хороший вид имеет, именно когда по краю чуть-чуть выступает за ребро. Вот таким макаром и наперед я еще добавляю чуть-чуть. Вертикальный шов, вертикальный шов надо заполнять в тот момент, когда нижний горизонтальный уже заполнен. Вот таким вот образом. Немного подрагивая носом, вот этим носиком, мы получаем как бы более кучерявую поверхность. То, что вылезет, никогда не трогайте и не пытайтесь удалить. Во-первых, раствор потом сядет, он чуть-чуть уменьшится. И вот эти вот кучеряшки, они добавляют наоборот изысканность и изящество. Вот, носик испачкался. Чтобы он не испачкал камень, мы его постоянно протираем. Все, следующий и следующий шов. Чуть-чуть подрагиваем. Таким образом у нас получается поверхность кучерявая. Если где-то образуются у вас пропуски, друзья, то есть раствор провалится, образуется пузырек. Потом, потом, не спеша, можно это место поправить. Вот, протираем дальше. То есть при затирке там 10-15 швов у вас уже выработается своя технология, как вам лучше вести. Если будет постоянно плеваться пистолет и показывать эти пузырьки, вылетать из него с усилием, то это значит, что раствор, который вы заполнили, густой, его надо делать чуть пожиже. Вот следующий шов. То, что вылазит на эту поверхность, потом легко через пару часов просто срезать ножиком. Вот так я делаю небольшие качания носиком, получаем кучерявую поверхность. То есть мне она больше нравится. Вот опять протираем, вот у нас опять вертикальный шов. Нижнюю сторону заполнили, начинаем сверху двигаться вниз. Стараемся резаную часть плитки, резанный срез у нас обращен внутрь шва. Стараемся затиркой закрыть срез, потому что он у нас цементного цвета. Вот так делаем шов немного выпуклым и кучерявым. Видите, друзья, как хорошо заполняется срез. Все, выдержали опять, погнали дальше. Стараемся, стараемся, чтобы раствор вылезал у нас чуть-чуть на ребро, чтобы внутренняя поверхность шва не светилась. Пускай где-то вылезло чуть больше, никто на это потом внимания не обратит. Все изделие замонолитится. Сюда добавляем. Погнали дальше. В конце шва давление на курок ослабеваем чуть-чуть, ослабляем, чтобы не произошел выход большой массы. Вертикальный шов заполняем. Вот вы видите, как получается кучерявый шов. И вот если оператор покажет, раствор кончается, то есть рассчитываем мы его, хватит нам на этот шов. Ну, делаем покуда хватит. Все, раствор кончился, останавливаем. теперь я вам покажу, как грамотно разобрать. Освобождаем тубу, откручиваем нотик, остатки, которые здесь, пока он свежий, вытряхиваем в баночку. Отправляем в ведро на промывку. И теперь самое главное, как нам вытащить поршень отсюда. Берем что-нибудь твердое, прочное, то есть электрод может погнуться, конечно, лучше какую-нибудь шпильку или металлический пруток. и с усилием выталкиваем поршень назад. может там у нас развернуться, но ничего страшного, вы же его видите, вы его видите. вот придерживаем он здесь. Вот он показался. Вот он наш поршень. Вот оператор сейчас покажет, как остатки массы, остатки массы затирочной спрессовались в конце тубы. То есть если вы сделаете слишком густой, он у вас начнет спрессовываться намного раньше. То есть для этого нужен и моющее средство и состав делать более-менее жидким. Вот у меня спрессовалось всего 5 миллиметров. то есть тубу я освободил полностью. Остатки затирки складываем в ту же баночку, промываем поршень, промываем носик и вытряхиваем вот такие сгустки. Там остались миллиметров 5 вот этих сгустков. Все, погружаем нашу тубу в ведро с водой затыкаем пальцем носик и слегка прополочим, чтобы хорошенько все у нас отмылось. Все, как вы видите, друзья, туба туба чистая и готова к последующему заполнению. Все работы по заполнению затирочной массой лучше производить, когда все увлажненное. внутренняя поверхность увлажненная туба и также увлажненным поршнем производить запрессовку. Ну, вот где-то так. Сейчас я все затру. Сейчас я все затру. Вот если оператор покажет вот это место. Вот видите, пузырик надулся. Потом просто аккуратненько одним движением носика, одним движением носика, потом капельку раствора чпокнуть. Все, и будет готово. вот вы можете, оператор может вам показать как бы готовый результат. То есть, вот над этими поверхностями я не работаю. Я их потом просто все вот так посрежу и тут будет заделываться. То есть, ну, вот где-то так. На следующем видео я покажу, как будет оформлено все, это вся поверхность затерта и дальше ждите видео с лакировкой. Всего доброго. Здравствуйте, друзья, с вами Ром Ромыч, мой канал Братья Аэрстройка. Вот дверной откос у нас готов, затирка высохла, снимаю вид готового изделия. Что хотелось бы вам сказать по расходу материала. От двух килограмм осталось полкилограмма приблизительно. При толщине шва пять миллиметров и длине изделия пять метров ушло полтора килограмма. Также хочу добавить во фракции материала. Лучше всего использовать мелкую фракцию, чтобы на затирочных швах не были видны песчинки. Вот видите. Рекомендую таких производителей как Цирезит на первом месте и Старатели. Мелкая фракция лучше выходит через носик пистолета. Также хочу добавить что при съемках видео вы слышали что постоянно щелкал пистолет. Я этого не снял но скажу вам на словах. При заполнении шва в самом конце надо сбрасывать фиксатор подпружиненный чтобы ограничить выход затирочной массы. Надеюсь видео вам поможет. Всего хорошего.